От тьмы к свету Кассета третья Отец Арсений Продолжение Уголовник серый тяжело заболел Болела в области живота Обратился к лагерным врачам Сперва дали аспирин Потом ревень Но ничто не помогало Лечили чем попало Почти не осматривая А потом определили Запущенный рак печени И метастаз Серый умирал тяжело В больницу не брали и не лечили Боли были страшные Но приходилось передвигаться по бараку Ходить к нарам Выходить на поверку Отец Арсений терпеливо ухаживал за серым Старался помочь чем мог Ходил к врачам Просил наркоз для обезболивания Но ничего не получил Серый был озлоблен на всех и вся Но отца Арсения принимал кротко Ждал его прихода И просил сидеть около него Когда отец Арсений садился около серого Тут начинал рассказывать о своей жизни И как-то забывал свои боли Дня за два до смерти рассказал Умираю и мучаюсь за дело Много людям горе принес Потому что вы в него верите и им живете Из Поповичей я Отец дьякон был В Бога не верил Служил по расчету Здесь это некуда было В общем служил как профессионал Когда рос я то видел кругом ложь и обман Потом многие водку пили Развратничали, баб хватали Над Богом и обрядами издевались А этим же Богом прикрывались На словах одно, на деле другое Бывало отец из церкви после службы придет И начнет доходы считать За водкой посылает Над верой насмехается Матерится Рассказывает, как деньги с тарелок таскал Или бабу деревенскую облапошил Не верил я в Бога Казалось, блаш людская В семинаре учился Кончил, воровать начал По тюрьмам пошел А потом революция началась Беспорядки, грабежи, разгул Грабь, режь, Бога нет Сам себе хозяин Компания подходящая подвернулась мне Ну и началось Сперва дела маленькие пошли Потом средние Добрался до крови человеческой Где уж остановиться Так и пошло отец Арсений Много я и окровушки-то пролил То о новом деле думаешь То в загул с бабами попадешь То от тюрьмы бегаешь Времени-то не было Вспомнить, есть Бог или нет Да по правде говоря И думать о нем не хотелось Вот вас в лагере встретил Подумал, что юродствуете Или хотите выгоду Какую-нибудь извлечь Ну вот увидел Как дружку моему Серафиму Сазику И сякисту Авсеянку Александру Павловичу Душу перевернули-то Понял И искренне верите в Бога И сам понял Что Бог, конечно, есть Ведь не даром церковь Где отец с дьякором служил Народ валом валил Знаю, что Бог есть Но мне к Нему Дороги закрыты Дела мои прошлые Никакими молитвами Не замолить и не простить Умираю Смерти не боюсь Но чего-то страшно Вот чего разобраться не могу Думал одно время Исповать у вас принять Да зная вас, думал Что не простите мне грехов Слишком уж много натворил Но не жалею Что было, то было Вот только два случая Часто перед глазами стоят И ночью во время бессонницы И во сне приходят Парнишку лет семнадцати Пришлось в тридцатом году пришить Как-то все по-глупому получилось В ногах валялся Просил, плакал А я самогон ухватил Перед дружками куражился Хотел храбрость и безразличие Своё показать Издевался над ним Закрою глаза А он, мальчишечка-то Так передо мной стоит Весь заплаканный И женщина одна Так просто Меня она замучила На неделю раза три придёт А сейчас вот каждый день приходит Квартиру брали в двадцатых годах В Москве Пришли по наводке Думали пустая На работе все Пришли, а там сестра Хозяйки Красивая Статная Молодая Как говорят Кровь с молоком Вошли мы Но она всё поняла К окну бросилась Заперли мы её в комнате Вещей в квартире много Золотишко тоже было Стали собирать в узлы Сложили Уходить надо Моя женщина Видела нас Убрать её необходимо Выхода нет Опознает после Ребята метутся Мнутся Дело-то мокрое Да и для них Не очень привычное Пошёл я Дверь открыл Взглянула на меня И участь свою поняла Глаза большие Испуганные Схватил я её Взглянул в глаза И решил воспользоваться ею Ребятам крикнул Чтобы в другую комнату ушли Ну и потащил Ударила меня в лицо Стала вдруг спокойно И говорит презрительно Зверь вы, а не человек Зверь, кончайте скорее В глазах смертельная ненависть Лютая прямо А от этого ещё красивее стало Ну я и сносильничал Стал нож доставать Она стоит, прижалась к стене Ждёт удара Потом в угол К иконе повернулась Несколько раз И сказала Кончайте Со мною Бог Матерь Божия Не оставь меня Жалко мне её стало Да барахла много взяли Я её ударил под грудь Два раза А она сползает по стене И быстро-быстро Крестится и шепчет Господи, помилуй Господи, помилуй Вот так каждый день Ко мне и приходит теперь Отец Арсений, слушая Серова Всё время молился Ну а от жутких подробностей Рассказа его Пробирала зноб Сознательная жестокость Злоба, цинизм Бессердечие Даже в лагере Встречались нечасто Умирал Серый Мучительный Лицо было искажено То ли от страданий То ли злобой К живущим людям Лицо после смерти Так и осталось Необыкновенно злым Рассказ заключённого Серого Записан в 1965 году Со слов отца Арсения Но рассказу придан тон И манеры Присущие уголовникам Допрос После отъезда Обросимого Сменилось два начальника Особого отдела И назначили пожилого Мрачного подполковника В особый отдел Пришло много новых сотрудников Строгости в лагере усилились Жизнь заключённых Стала совершенно невыносимой Многих вызывали В особый отдел На допросы Угрозы Избиения Карцер Стали массовыми явлениями Со стороны казалось Что чего-то добиваться От людей Практически обречённых На смерть И нелепо И нелепо Однако следователи Даже здесь Пытались создать Пытались создать Какие-то новые дела Особый отдел В последнее время Работал в кавычках С большой нагрузкой Создавались дела Раскрывались в кавычках Заговоры Проводились доследования Где-то Где-то выносили Дополнительные приговоры Кого-то Расстреливали В марте Отца Арсения Вызвали на допрос В особый отдел Допрашивал майор Одинцов Человек среднего роста С лысой головой Удлинённой формы Отечным лицом Тонкими губами Разрезающими лицо И бесцветными глазами Всегда подтянутый В хорошо отутюжном тителе Неизменно вежливый При встречах Он наводил Ужас На допрашиваемых Заключённых Жестокостью допросов Но почему-то Имел прозвище Ласковый Или второе Начнём, пожалуй Отец Арсений Вошёл И встал при входе Деловито Просматривая Какие-то бумаги Следователь Долго не обращал Внимания на отца Арсения Потом откинувшись На стуле Сказал Рад познакомиться Пётр Андреевич Рад Обо мне, вероятно Слышали Я Одинцов Слышал гражданин Следователь Ответил отец Арсений Ну, вот и хорошо Батюшка Начнём, пожалуй Хорошие слова Сказал Александр Сергеевич Пушкин К нашему разговору Сказал Говорите Признаваться У меня надо А то Кровью Утрётесь У меня Порядочек Известный Начнём Признавайтесь О чём Рассказывать Рассказывай Попа Об организации Которая Действует В лагере И преследует Цели покушения На жизнь Товарища Сталина Нам всё Известно Тебя выдали Не тяни Раз обо мне Слышал Собравшись В единый Ком нервов Отец Арсений Молился Взывая К матери Божией О помощь Умоляя Её Дать ему Силы Выдержать Допрос Господи Боже Наш Не остави Меня Грешным Укрепи Владычица Небесная Дух Мой Немощный Я Ничего Не знаю Ни о какой Организации Признаваться Мне Не в чем Вот что Поп Играть С тобой Не буду Ты и так Полудохлый Тебе всё равно Подыхать А мне Дело Позарез Нужно Садись И пиши Что я тебе Диктовать Буду Гражданин Следователь Разрешите Обратиться К вам С вопросом У меня Вопросов Не задают А отвечают Но А ты Давай Задавай Всё равно Тебе Подыхать Здесь Гражданин Следователь Прошу вас Взгляните Моё дело И вы увидите Кто допрашивал Меня И я Никогда И никого Не оговаривал А меня Били И очень Тяжело Одинцов Тяжело Поднялся Обошёл Стол Подвинул К отцу Арсению Лист Протокола Допроса Ручку И сказал Кто бы Не допрашивал А у меня Всё Напишешь Нет Ничего Писать Не буду В лагере Нет Никакой Организации Вы хотите Создать Новое Дело Дело И расстрелять Безвинных Замученных Людей Которые И так Обречены На смерть Одинцов Подошёл Ближе Губы Его Задрожали Тусклый Бессветный Взгляд Оживился И почти Заикаясь Он произнёс Милый Ты мой Ты знаешь Что с тобой Сейчас будет Господи Помоги Только успел Произвести Про себя Отец Арсений Как страшный Удар В лицо Сбросил Его Со стула И теряя Сознание От ошеломляющей Боли Он понял Что всё Кончено Одинцов Добьёт Его В какие-то Короткие Мгновения Приходя В себя Он чувствовал Удары Наносимые Ногами И пряжкой Офицерского Ремня Который Бил По лицу В эти Мгновения Отец Арсений Молил Матерь Божия Но не успев Произнести Двух Трёх Слов Проваливался В темноту Бессознательности И Наконец Затих Очнулся На несколько Секунд На улице И только Понял Что волокут Его В барак Второй Раз Очнулся В бараке На нарах Кто-то Мокрой Тряпкой Протирал Его Лицо И говорил Добили Старика Не доживёт До утра И матерно С ненавистью Вспоминали Ласкового Следователя Одинцова Третий раз Отец Арсений Очнулся Как ему Показалось Опять В бараке Тело Нестерпимо Болело И боль Гасило Все В сознании Пытаясь Что-то Припомнить Отец Арсений Решил Что его Допрашивают Потому что Кто-то Резал Как ему Показалось Голову Он Захотел Призвать Имя Божие Молиться Но Ухватившись За началом Молитвы Мгновенно Терял Ее Боль Невыносимая Боль Вытесняла Все Бросала В беспамятство Раздирала Сознание Он Ждал И ждал Еще Ударов Крика Еще Большей Боли Ждал Смерти Возвращаясь Десятки Раз В сознание На короткие Мгновения И теряя Его На длительное Время Отец Арсений В момент Возвращения Сознания Все Время Пытался Войти В молитву Но Не мог Ожидая Новых Ударов Неимоверная Боль Затуманенность Мыслей Отводили Молитву И в один Из кратких Периодов Возможности Сознавать Отец Арсений С испугом Понял Что он Умрет Без Молитвы Без Внутреннего Покаяния Голову Кто-то Поворачивал Что-то Нестерпимо Ожгло И кололо И вдруг Отец Арсений Услышал Быстро Два Укола Камфоры Осторожнее Сиодом Не попадите В глаза Осторожно Брейте Голову И отец Арсений Почувствовал Что чьи-то Руки Нежно Поворачивают Его Голову А сам Он Лежит На чем-то Твердом И без Одежды Сознание Надолго Покинуло Его Потом Ему Рассказывали Что Пролежал Он Без Памяти Больше Трех Дней На Больничных Нарах Придя В себя Пытался Понять Где Он У Следователя В Бараке Или Еще Где И С трудом Осознал Что В Больнице Начал Молиться Но После Двух Или Трех Фраз Боль Опять Отбросила Его Во Мрак Беспамятства Эта борьба За молитву С болей Беспамятством Продолжалась Несколько Дней Скажем Днем Он успевал Захватить Именно Захватить Все больше Слов Молитвы И Наконец Молитвой Победил Все Глаза Были Завязаны Но Он Все Время Чувствовал Прикосновение Чьих-то Ласковых И Заботливых Рук Так же Кто-то Ласково Что-то Говорил Ему И Кормил Его Голос Был С легким Еврейским Акцентом Ну-ну Ничего Выжили Не думал Что вы Рветесь Из этой Переделки Завтра Развяжу Вам Лицо Сам На Допросах Бывал Знаете Легкие Разговорщики Но Мы Вас Починили Почти Как Новый Скоро Сняли Повязку С глаз И Головы Врач Которого Звали Лев Михайлович Заботливо Возился С отцом Советы Успокаивал Тихо Тихо Сейчас Посмотрим Дорогой Мое Лицо У вас Почти Без Единого Шрама Ну А теперь Посмотрим Голову Вот И Хорошо Рад За Вас На Отца Арсения Смотрели Два Больших Близоруких Глаза В очках Лицо Было Мягким И Добрым Задержу Еще Вас Здесь Сколько Могу Говорил Лев Михайлович Задержу Да Не Попасть бы Вам Второй Раз К Этому Зверю Молитесь Своему Богу А то Убьет Пробыл В больнице Отец Арсений Более Сорока Дней Расставался С Ольгом Михайловичем Замечательно Добрым Человеком И Прекрасным Врачом Буквально Со Слезами Обнимая Отца Арсений Олег Михайлович Убежденно Говорил Не Может Так Все Продолжаться Не Может Обязательно Кончится И Мы Выйдем С вами Из Этого Ада И Встретимся И Действительно В 1963 Году Встретились Вернулся Из Больницы Отец Арсений В тот же Угнали На Рудник Говорили Что Следователя Одинцова Куда-то Перевели Месяца Через Три После Выхода Из Больницы Вызвали Отца Арсения В особый Отдел К Начальству Грузный Неповоротливый Человек Со Свинцовым Взглядом Он Внимательно Осмотрел Отца Арсения И Сказал Живучий Ты И Одинцова Перенес И В лагере Зажился Не Мрешь Ну Это Хорошо Намекали Тут Мне Из Москвы Чтобы Тебя Не Добить Да Кто Разберет Может На Пушку Берут Проверяют Ну Ну Живи На Тяжелые Работы Дам Указания Не Посылать После Этого Разговора До Самой Смерти Главного Сталина В особой Не Вызывали Шрамы На Теле И Голове Остались Воспоминаниями О Допросах Все Меняется Сообщение О Смерти Главного Пришло К Заключенным Лагере С Опозданием На Три Днях Пришло Случайно Через Охрану Администрация Лагеря По Неизвестным Причинам Скрывала Это Известие Был Март Стояли Большие Морозы Снежные Вьюги Проносились Над Лагерем Заметая Его Временами Отрезает Внешнего Мира Вместе С Сообщением О Смерти В лагерь Вошло Что-то Тревожное Щемящее Неизвестное Каждый Каждый Думал Что Будет Пойдет Ли Все Как Раньше Или Что-то Изменится К Худшему И Всех Заключенных Уничтожит Но Каждый Молчаливо Понимал Что-то Должно Случиться Первых Два Месяца Приблизительно До конца Мая Лагерь Жил Прежней Жизнью Но Потом Его Размеренный Ход Стало Вторгаться Что-то Новое И Почти Неуловимое Казалось Что В Хорошо Заведенный Механизм Кто-то Вставляет Палки И Сыплет Камни Все Так же Работали Так же Плохо Кормили Так же Умирали Заключенные Но Не Привозили Новых В Действиях Начальства Появилась Нотка Неуверенности Даже Извинительного Заигрывания Заключенными Приблизительно Через год После Смерти Верховного Стали Происходить Перемены Улучшилось Питание Матерщина Исчезла Надзиратели И следователи В особом отделе Обращались Заключенными На Вы Приехали Комиссии Из ЦК Прокуратуры Номера С одежды С пароли И стали Называть Не номером А по фамилии Пошли Опросы Подымали Дела Разговоров Было много На На Некоторых Заключенных Дела Были Уничтожены И Следствие Вели Заново Отправляя Заключенных В те Города Откуда Они Были Взяты Вызывали Свидетелей Кого-то Запрашивали Разрешили Переписку И даже Посылки За работу Стали платить И делать Расчеты За питание И одежду Первая Комиссия Опросив Несколько Сот Заключенных Уехали Через Месяца Два Приехала Вторая Партия Комиссии В лагерь И приступила К поголовному Пересмотру Дел Репрессированных Вначале Освобождали Бывших Военных Старых Членов Партии Ученых Бывших Видных Хозяйственных Руководителей Прошло Еще Некоторое Время Объявили Массовые Амнистии Уголовникам Лагерь Из особого Стал Обыкновенным Но Со строгим Режимом В нем Остались Бывшие Полицаи Власовцы Уголовники Не попавшие Под амнистию За совершенно Тягчайшие Преступления И политические Освобождения Которых По неизвестным Причинам Кому-то Было Нежелательно За каких-то Полтора года Лагеря Пустел На девять десятых Бараки Пустовали Административный Состав сократили Наполовину Начальство Решило Сузить Зону Лагеря Перенесли Охранные Вышки Проволочную Ограду Часть Бараков Осталась Вне Зоны И их Сожгли В последнее Время Отца Арсения Переводили Из Бараков В барак Из друзей Никого Не осталось Но Отец Арсений По-прежнему Помогал Окружающим Постоянно Молился Ежедневно Писал Письма И с Нетерпением Ждал Писем Своле Оставшиеся Заключенные Были Крайне Озлоблены И было Трудно Сейчас Войти С кем Невать В дружеские Отношения Два Или Три Иереи Несколько Верующих Заключенных Которых Знал Отец Арсений Находились В состоянии Затравленности Угнетенности Не Надеялись На Освобождение Написали Всюду Заявления И Жалобы И Из-за Этого Почему-то Держались Обособленно И Отчужденных Пожалуй Это время Было Самым Трудным Для Отца Арсения Вокруг Него Образовалась Пустота Человеческое Безлюдие Но Осталась Молитва Которой Он Только И Жил Трудно Трудно Было Потому Что Постоянно Горя Желанием Оказывать Человеку Добро Он Не Находил Себе Сейчас Дело В середине 1956 Года Отец Арсений Был Расконвоирован Разрешили Выходить За пределы Лагеря В Жилой Поселок Освободили От тяжелых Работ И Перевели В инвалидную Команду К Марту 1957 Года Лагерь Опустел Почти Полностью Зону Сужали Несколько Раз Опустевшие Бараки Сжигали И Теперь За Проволочной Оградой Лагеря Чернели Десятки Остовов Печей От Сгоревших Бараков Валялись Жгуты Ржавой Колючей Проволоки Блестели Осколки Стекол Громоздились Остатки Кирпичных Фундаментов Столбов Писем Приходило Много Это Было Большой Радостью Первым Было Письмо От Веры Даниловны Алексея Ирины Серафима Сазикова Александра Овсеенкова И Пришла С Очень Сложной Оказией Записка От Обросимова Теперь Генерал Лейтенанта Обросимов Писал Помню Ничего Не Забыл Делаем Все Но Мешают Помню И Помню Вас Верю Что Скоро Встретимся В другой Обстановке Держитесь Отец Арсений Отвечал На письма Вдумываясь Судьбы И Жизнь Людей И Часто Письмо Человека Которого Он Не Видел Много Лет Рассказывал Ему Так Много Что Казалось Сам Он Этот Человек Присутствует Здесь Надзиратель Справедливый Уже Более Года Как Ушел Из Лагеря И Отцу Арсению Было Трудно Не Хватало Этого Простого По Душе Человека Некоторое Количество Административных Уголовников Опять Возвратились В Лагерь Осужденные За Вновь Совершенные Преступления Уголовники Последнее Время Как-то Особенно Обнаглели Вели Себя Вызывающие Не Боялись Охраны Но Вдруг Сменили Начальника Лагеря И Сразу Все Изменилось Повысилась Требовательность К работе Улучшилось Питание За нарушение Режима Жестоко Наказывали Жестко Но Не было Издевательства Грубости Жизнь Продолжалась Отец Арсений Ждал Часа Воли Божией Новый Барак Последний Это был Последний Барак В котором Жил Отец Арсений Перед Освобождением Из Лагеря Из Старых Знакомых Никого В бараке Не осталось А Одни Освободились Другие Умерли Третьих Перевели В другие Бараки Или Лагеря Прощание Настал 1957 Год Меня Расконвоировали Разрешили Иногда Выходить Из Охраняемой Зоны Кончая Работу Я покидал Лагерь Медленно Шел К ближайшему Лесу Или К таежной Болотистой Речке Садился На сухой Пень И Начинал Молиться Голос Мой Далеко Разносился По редколесью Затихая В ветках Берез Склоненных К воде Ив Елях И Травах Здесь В лесу Молиться Было Спокойно И Легко Грубость Лагерной Жизни Исчезала И Наступала Возможность Молитвенного Единения С Богом И В это Время Вокруг Меня Как бы Собирались Мои Духовные Дети И Друзья Живущие На воле Воспринимались Умершие Которых Я любил Или Те Ко Я проводил Когда-то В последний Путь Встретив На дорогах Ссылок И Лагерей Было Тепло Комары Монотонно Звенели Велись Сероватым Облачком Пытаясь Проникнуть Через Сетку На Комарника Внезапно Возникавший Ветер Уносил Комаров Но Через Несколько Мгновений Ветер Стихал И Они Снова Окружали Меня Лагерь Барак Уголовники Постоянный Надзор За тобой Сразу Забывались Было Только Беспредельно Синее Небо Лес Колышащиеся Травы Голоса Птиц И Молитва Объединяющая Все И Соединяющая Тебя С Богом И Природой Созданной Им Уходить Из лагеря Разрешали Нечасто День Этот Был Выходным Я Вышел Из зоны И пошел Далеко В редко Лесе Раскинувшееся За лагерем Где Раньше Когда Особый Был Полон Заключенных И В нем Кипела Лагерная Жизнь Постоянно Горели Костры Оттаивавшие Землю Для больших Но Неглубоких Ям В которых Ежедневно Хоронили Умерших Лагерников Кладбище Было Огромным Вся Его Площадь Когда-то Обнесенная Столбами И Оплетенная Колючей Проволокой Теперь Была Открыта Местами Столбы Упали Проволока Порвалась И Обвисла Сейчас Кладбище Было Похоже На Заброшенное Огородное Поле Покрытое Неровными И Расплывшимися Грядками На Которых Кое-где Деревянными Или жестяными Бирками Табличками Большинство Колев и Табличек Валялось На земле Номера Захороненных Заключенных Написанные На них Стерлись И Только На некоторых Виднелись Расплывчатые Очертания Букв И Цифр Я Прошел Далеко Вперед Земля Была Местами Мокрой Нога Глубоко Покружалась В сыроватую Глину Смешанную С перегноем Из трав И листьев И С трудом Отрывалась При каждом Шаге Перешагивая Через поваленные Коли Невысокие Насыпи Обходя Большие По площади Но не Глубокие Провалы Образовавшиеся На месте Братских Могил Хватаясь За стволы Чахлых Деревьев Шел Я По Кладбищу Весеннее Весеннее Но сегодня Теплое Солнце Постепенно Спускалось К горизонту Я остановился Оглянулся Во все стороны Перекрестился Благословляя Всех Лежащих На смертном Поле И начал Молиться На душе Стало Тягостно Грустно И печально Ветер Стих Стояли Неподвижно Травы Мелкие Кустарни Силой Березы И ели Казалось Что ветер Тихий И прохладный Скрылся В подлесе И траве Прижался К земле Затаился И чего-то Ждет И я Медленно Пошел По полю Отдалившись От окружающего Сосредоточившись И молясь Об умерших И передо Мною Вставали Люди Затем Возникали Из прошлого Воспоминания Мучительные И тяжелые Люди Когда-то Знакомые И любимые Мною Или те Кого я Напутствовал Провожал В последний Путь Или люди Встреченные Мною Здесь В лагере Сдружившиеся Со мною И передавшие Мне В исповедях Свою жизнь Бежали Сейчас На этом Поле Смерти Вспоминались Усталые Изможденные Лица Растерянные Печальные Полные Тоски Молящие Или Горящие Неугасимой Ненавистью Глаза Умирающих Людей И у каждого Была жизнь Которой Я Прикоснулся И как Иерей Принял Часть Этой Жизни На себя В исповедный Час Воспоминания Приходили И мгновенно Исчезали Для того Чтобы Сейчас же Возникали Новые Я Я Громко Молился Искорбные Слезы За упокойных Молитв Разносились Над Кладбищем Истомляли Душу Вселяли Чувства Тревоги Тысячи Десятки Тысяч Человек Лежало Здесь Убитых Режимом Лагеря Медленно Умерщвленных Другими Людьми Юноши И старики Тысячи Верующих Защитники Родины Проливавшие За нее Кровь Самые Обыкновенные Простые Люди Попавшие В лагерь По ложным Доносам Лежали Сейчас В полуболотистой Земле И здесь На этом Поле Смерти Лежали Люди Предавшие Родину Участники Массовых Казней Полицаи Многократные Убийцы Уголовники Где-то Далеко Шумел Трактор Бульдозер Сравнивая Могильные Насыпи Заравнивая Ямы Для того Чтобы никто И никогда Не вспомнил О тех Кто Остался Лежать Здесь Где-то Лежали Небрешно Брошенные В могиле Владыка Петр Архимандрит Иона Монах Праведник Михаил Симник Из Оптиной Пустыни Феофил Великие Праведники Молитвенники Вдруг Людей Врач Левашов Профессор Глухов Слесар Степин До самого Последнего Часа Своего Совершавшее Добро И Много Много Других Когда-то Знаемых Мною Людей Я Молился Вспоминая Усопших Но Вдруг Слова Молитвы Иссякли Я оказался стоящим На поле Растерянным Раздавленным Воспоминаниями Сомнениями Что осталось От погибших Ржавая Табличка Со стертым Номером Кость Торчащая Из наспех Засыпанной Могилы Обрывок Ткани Хоронили В спешке Ямы Рыли Неглубокие Земля Здесь Всегда Была Мерзлая И ее Приходилось Сутками Оттаивать Чтобы Вырыть Могилу На Несколько Десятков Человек Зимой Трупы Забрасывали Землей Снегом Летом Специальная Бригада Подправляла Могила Засыпая Землей Выступавшие Кости Ног И Рук Даже Сейчас Сказалось Что Из-под Земли Тянулся Запах Тления Было Душно Сыро И Тихо Солнце Нагрело Земли От этого Над полем Поднимался Легкий Еле Заметный Пар Воздух Дрожал Переливался И Казалось Будто Что-то Необычайно Легкое И Большое Плыло Над кладбищем Господи Господи Вырвалось У меня Это же Души Умерших Поднялись Над местом Скорби Тоска Необычайно Щемящая Тоска Охватила И Сжала Мне Сердце И Душу В горле В горле Стал Комок Рданий Слезы Застилали Глаза А Сердце Все Сжималось И Сжималось И Готовое Остановиться Состояние Полной Безнадежности Уныния И Чувство Скорби Охватило Меня Я Растерялся Упал Духом И Весь Внутренно Сник Отчаянная Душевная Боль Вырвала У меня Болезненный Стон Господи Зачем Ты Допустил Это Пронзительный Долгий Плач Вдруг Внезапно Возник И Пронесся Над Полем Вначале Это был Низкий Вибрирующий Воющий Стон Перешедший Потом В длительное Однозвучное Рыдание Временами Срывающиеся И напоминающие Вопль Человека Ноющий Колеблющийся Стон Был Заунывен И Долг Он Покрывал Все Бескрайнее Поле Сковывая И наполняя Душу Беспредел Скорбью Прозвучав Над Полем Плач Внезапно Смолкал Для того Чтобы Через Несколько Мгновений Возникнуть С прежней Силой Я Говорил Отец Арсений Еще Более Внутренне Сжался Нервы Напряглись До предела Все Во мне Наполнилось Болезненной Ноющей Тоской Окружающее Потемнело Поблекло Стало Гнетущим Я почувствовал Себя Сломленным Раздавленным Господи Господи Яви Милость Свою Воскрикнул Я Сеняя Себя Крестным Знаменем И Вдруг Ветер Затаившийся В перелеске Траве Вырвался На волю Заколыхал Травы Закачал Деревья И Настойчиво Повеял Мне Мгновенно Все Стихло Пробудилось Двинулось Ноющий За унывный Стон Исчез И Неожиданно Высоко В небе Зазвучало Пение Птицы Дрожащая И парящая Дымка Воздуха Рассеялась Растворилась В пространстве Состояние Растерянности Гнетущей Тоски И Безнадежности Прошло И Я Распрямился Стряхнул С себя Страх И Услышал В дуновении Ветра Движения Жизни Ветер Принес Свежесть Запахи Травы Леса Отголоски Далекого Детства Неповторимую Радость Стонущий Плач Проносившийся Над полем Оказался Ничем Иным Как Вибрирующим Звухом Сиркулярной Пилы Работавшей На далеком На далекой Лагерной Лесопилке Ветер Медленно Набирал силу Воздух Стал Упругим И ощутимым Жаворнок Радостно Поднимался В вышину Песня Его То затихала То отчетливо Звенела В небе Я Осознал Что Жизнь Сейчас Идет Так же Как и До гибели Всех Лежащих Здесь Людей И так же Будет Идти Жизнь Продолжалась И будет Продолжаться Всегда Так Так как Это Был Закон Господа И Природа Созданная Им Выполняла Его Преднасертания Охватившая Меня Состояние Растерянности И Безысходной Тоски Была Вражеским Навождением Моей Слабостью Маловерием Я Отчетливо Понимал Что Иерей Арсений Поддался Духу Уныния И Тоски Опустившись На колени На одной Из Могильных Насыпей И Прислонившись К стволу Невысокой Березы Собрав Всю Оставшуюся Силу И Волю Стал Молиться Господу И Матери Божией Николаю Угоднику Постепенно Душевное Спокойствие Овладело Мною Но Вначале Настоящая Молитва Приходила С трудом По-прежнему Передо Мною Было Скорбное Поле Смерти Расползающиеся Насыпи Ямы Наполненные Темной Водой Жестяные Деревянные Бирки Обломки Человеческих Костей Сломанная Лопата Которые Когда-то Копали Землю По-прежнему Лежали В земле Десятки Тысяч Погибших Заключенных Многие Из которых Навсегда Вошли В мое Сердце Все Та же Душа Моя Была Полна Человеческой Скорбе О погибших Но Гнетущее Чувство Охватившее Меня Уныние И тоски Под влиянием Молитвы Ушло Долгая Молитва Очистила Душу И сознание Дала Мне Возможность Понять Что Устроитель Жизни Господь Призывает Не поддаваться Унынию И скорби А молиться Об умерших Творить Добро Живущим Людям Во имя Господа Бога Матери Божией И во имя Самих Живущих На земле Людей Окончив Молитву Я Медленно Пошел В Кладбище Северное Закатное Солнце Неохотно Уходило За горизонт Покрытый Лесом Темная Гряда Леса Сбиралась На пологие Сопки Потом Вдруг Сбегалась С них Вниз И от этого Казалось Что вершины Деревьев Распиливает Небо Гигантской Пилой Ветер Опять Зарылся В перелеске И траве И сейчас Над кладбищем Опять Стояла Тишина В отдалении Лес Слышно Ворчал Трактор Циркулярная Пила Замолкла Со стороны Леса Доносилось Тоскливое Кукование Кукушки По растерянным Детям А одна Кукушка Кончала И где-то В отдалении Начинала Другая Кому-то Считали Они Годы Жизни Те Кто Лежали На Простирающемся Передо мной Полем Смерти Уже Нашли Свой Конец И Не Вели Счет Времени Мне Еще Живущему В лагере Но Срок Моей Жизни Знал Один Только Бог Шел Я К Лагерю Охваченный Воспоминаниями Время От Времени Мысли Мои Разрывал Голос Кукушки И Та Далекие Воспоминания Детства И Юности Проходили Перед Глазами Вот Мать С которой Ходил По лесу И Она Рассказывала Мне О лесе Травах И Птицах И Так Жи Куковала Кукушка Вспомнилась Первая Исповедь Давно Ушедшие Друзья Моя Церковь Где Много Лет Я Служил Думал Думал Ли Я Тогда Что Услышу Голос Кукушки На Кладбище Лагеря Особого Усиленного Режима Где Лежат Десятки Тысяч Мертвых Большинство Из которых Безвинно Погибли Свидетелем Гибели Их Был Я Думал Ли Что Буду Участником Всего Происходящего И Та же Как И Они Пройду Скорбный Путь Мучений И Издевательств Для Чего Все Это Господи Для Чего Мучились И Погибали Люди Верующие И Неверующие Праведники И Страшнейшие Преступники Злодеяния Которых Невозможно Оценить По Человеческим Законам Почему И Сам Ответил Себе Это Одна Из Таин Твоих Господи Которые Не Дано Постичь Человеку Рабу Греха Это Тайна Твоя Неисповедимы Пути Твои Господи Ты Знаешь Тебе Ведомы Пути Жизни Человеческой А Наш Долг Творить Добро Во Имя Твое Идти За Поведями Евангелия И Молиться Тебе И Отступиться Тогда Силы Зла Ибо Там Где Двое Или Трое Собраны Во Имя Твое Там И Ты Посреди Их Помилуй Меня Господи По Великой Милости Твоей И Прости За Уныние Слабость Духа И Колебания Обернувшись На Фетыре Стороны Благословил Я Всех Лежавших На Поле И Низко Склонившись Простился Со Всеми Господи Упокой Души Усопших Рабов Твоих До Конца Жизни Своей Буду Помнить Я Тех Кто Остался Лежать Здесь В Земле Перебирая В памяти Знаемых Мною Умерших Тихо Поминал Из-за Упокой Души И В этот Момент Отчетливо Видел Лица Их Шел 1957 Год Лагерь Пустел С каждым Днем Где-то Недалеко От него Возник Гражданский Поселок В который Из разных Мест страны Ехали Вольно Наемные Взамен Ранее Работавших Заключенных Появились Улицы Скверы Длинные Вереницы Домов Приезжали Люди Ничего Не знающие Об особом И Полуболотистом Кладбищенском Поле На котором Остались Лежать Десятки Тысяч Погибших Заключенных Прошлое Уходило Из памяти Людей Отъезд Подошел Конец 1957 Года Отца Арсения Несколько Раз Вызывали В управление Лагеря До конца Срока Оставалось Еще Шесть Лет Так Как В 1952 Году Добавили Еще Десять Вызывали Расспрашивали Допрашивали Писали Протоколы Заполняли Анкеты Что-то Кого-то Запрашивали И наконец Весной 1958 Года Сообщили Что Освобождает По амнистии Хотя Основное Освобождение Всех заключенных Прошло уже Несколько лет Назад Сообщили Будично Будто Отец Арсений Получил Сообщение О получении Посылки А не сидел В лагере Безо всякой Вины Многие Годы Только Кто-то Из членов Комиссии С некоторым Удивлением Сказал Вот Поди же Выжил Старик Приходится Освобождать Одели Дали На проезд Лидер Деньги Заработанные За последние Годы Справку Для получения Паспорта По прибытии На место Жительства Место Жительства Где оно Было Сейчас У отца Арсения В комиссии Спросили Выдавая Справку Куда Он Едет И Отец Арсения Назвал Маленький Старинный Городок Под Ярославлем В котором Когда-то Часто Бывал И Жил Изучая Старину Он Отвык От воли Плохо Представлял Себе Жизнь За пределами Лагеря И Сейчас Ему Было Почти Безразлично Куда Ехать Усталость Безграничная Усталость Давила И Сгубила Его Все В руках Божьих Решил Он Бог Устроит Надо Чтобы Отдохнуть Собраться Силами Побыть Одному И В молитве Найти Спокойствие Собранность И Тогда Можно Встретиться Со Своими Духовными Детьми Сейчас Сил Не Было И Только Одна Молитва Поддерживала Его Внезапно Наступила Ранняя Северная Весна Теплые Ветры Согнали Снег С Пригорков И Дорог Было Сухо Комары Гнус Еще Не Одолевали Прилетели Ранние Птицы В воздухе Чувствовалась Бодрость И Свежесть Свящевым Мешком В Новогражданских Ботинках Черных Брюках Новой Телогрейки И Стандартной Шапки Ушанки Вышел Отец Арсений За ворота Лагеря Теплый Весенний Ветер Налетал На него Шевелил Волосы Придавая Свежесть Утру Чуть Чуть Пылил Дорогу Пройдя Контрольный Пункт Отец Арсений Обернулся Лицом К лагерю Низко Склонился К земле И Прощаясь Перекрестил Лагерь Охрана Без удивления Смотрела На него Уходил Старик Много лет Пробывший Здесь Отойдя От ворот Лагеря И поднявшись На пригорок По которому Шла Дорога Отец Арсений Обернулся Опять К лагерю И осмотрел Его Сейчас Лагерь Был Жалок Вышки Несколько Рядов Проволоки Охватывали Несколько Темных Бараков За пределами Лагеря Лежали Груды Кирпича Стояли Полусгоревшие Столбы Отсожженных Бараков Повальные Столбы С колючей Проволокой Полусгнившие Остатки Вышек И Отец Арсений Вспомнил Лагерь Особого Режима Когда-то Беспредельно Громадным Кипучим В своей Страшной Жизни Сойдя С дороги И смотря На лагерь Отец Арсений Молился Вспоминая Многих И многих Людей Оставшихся Здесь И тех Кого Господь Увел Отсюда Долгие Томительные Годы Прошли Для Отца Арсения Здесь Долгие Господь Никогда Не Оставлял Его И Он Сохранил Отца Арсения Дал Ему Возможность В этом Море Скорби Найти Много Совершенного Прекрасного Найти Людей У которых Отец Арсений По великой Милости Бога Взял То К чему Стремился И должен Стремиться Каждый Христианин Здесь В окружающем Его Человеческом Горе Он Научился Молитве На Людях Здесь Пример Многих И многих Праведников И просто Обыкновенных Людей Показал Ему Что Надо Брать Тяготы Человека На Себя И Нести Их И в Этом Закон Христов Молясь Благодарил Отец Арсений Господа Матерь Божия И всех Тех Кто Оставался Здесь И Великой Неоцененной Помощью Своей Помогали И учили Вместе С женой Провожали Отца Арсения На Вокзал Два Дня Прожитых Андрея Ивановича Дали Возможность Арсению Осознать Волю Андрей Иванович Доплатил Клитеру И отец Арсений Ехал В купельном Вагоне Расположившись На нижней Полке Подложив Под голову Свой Вещевой Мешок Он Закрыл Глаза Поезд Вздрагивал На стыках Колеса Мерно Стучали За окном Проносилась Тайга Скалы Реки Озера Сибири Перед Мысленным Взором Отца Арсения Сейчас Проходило Прошлое Люди И люди Шли Бесконечной Вереницей Погибло Большинство Но многие Все же Выжили И их Отец Арсений Увидит Новая жизнь Еще плохо Представлялась Отцу Арсению Все было Неизвестно Но был Бог И при Его помощи Должна Была Начаться Эта Жизнь Мысли Заполнившие Сознание Отошли И Отец Арсений Стал Молиться И вдруг Услышал Осторожнее Здесь Из лагеря Как бы Не обворовали И второй Голос Полушепотом Произнес Удивляясь Как их Только Выпускают Расстреливать Надо Отец Арсений Открыл Глаза На противоположном Месте Устраивалась Молодая Пара Поезд Шел Вперед Мелькали Станции Реки Леса Города На перронах Свободно Ходили И говорили Люди Жизнь Шла Отец Арсений Молился О новой Наступающей Жизни О тех Кто остался В особом Навечно Весна Полностью Вошла В свои Права За окнами Поезда По мере Приближения К Москве Все Распитало Яркими Красками Страшное Прошлое Связанное С лагерем Особого Режима Ушло В невозвратное Прошлое Период Тяжелых Испытаний Выпавших На долю Родины Прошел Смотря В окно Но ничего Не замечая Отец Арсений Молился И благодарил Господа Матерь Божию И всех Святых За великую Милость И помощь Оказанную Ему И просил За всех Кого знал И любил Приближался Город Где отец Арсений Должен Начать Новую Жизнь И продолжать Служение Богу И людям Краткое Слово Куски Огромной Жизни Отца Арсения Лежат В этих Воспоминаниях Мы видим Доброго И простого Человека С открытым И ясным Лицом Не впитавшего В себя Ни убеждений Ни привычек Окружающего Мира Пропитанного Ложью Корыстью Счастливым И жестокостью Мира Который По своему Образу И подобию Корежил Многих Из нас Отец Арсений Был Бескомпромиссен Отважен И безоглядно Предан тому Что считал Истинным И справедливым Он не жертва Жестоких И яростных Сил В конце концов А бревших Его на тяжелое Страдание И угнетение А человек Свободно Во имя Господа Избравший Свой путь К Богу И с редким Достоинством Самаотверженностью И простотою Прошедшей Его До конца Посмотрите Как мудро Грустно И в то же время Пытливо Вглядывается Он в лица Страшных И жестоких Людей Окружавших Его Как пытался Найти путь К их сердцу Заронить В душу Искру Божию Исправить И направить К совершению Добра Посмотрите Сколько людей Он спас От смерти И поддержал В трудный час А иногда И в последний Час Жизни Старые Молодые Солдаты И ученые Рабочие Крестьяне Врачи Инженеры Проходят Перед нами Как бы Высеченные Из камня Очерченные Крупно И ясно При этом Характеристика Этих людей Раскрывается Полностью И мы Ощущаем Подлинность Той жестокой И суровой Жизни Окружавшей Отца Арсения Что заставляет Нас Надолго Запомнить Прочитанное Задуматься Над жизнью Прочитав Воспоминания Невольно Вспоминаешь Многих И многих Людей Погибших И страдавших За веру И за нас Часть Вторая Путь В этой книге Понял Что такое Настоящий Верующий Человек Несущий Людям Добро Радость Исцеление Тяга Жизни Он Отец Арсений Умел Брать На себя Трудности И грехи Других Людей Учил Их Молиться Так Что Они Могли Найти Путь К Богу Он Воспитывал В человеке Веру Давал Ему Понимание Радости Сотворенного Добра Нам Не Дано Знать Скольким Людям Облегчил Он Жизненный Путь И Скольких Привел Господу И дальше Вел По этой Дороге Веры Но Мы Знаем Что Таких Людей Было Много Очень Много Прочитав Собранные Воспоминания Рассказы И записки Вы Поймете Многое И увидите Жизненный Путь Отца Арсения А также Людей Жизнь Которых И для Нас Служит Примером Мы Должны Глубоко Благодарить Всех Тех Духовных Детей Отца Арсения Знакомых И друзей Его Написавших О нем Или о своей Жизни Связанной С ним В той Или иной Степени Вспоминаю Поезд Остановился Отец Арсений Вышел Из вагона Шла Весна 1958 Года Буйная Радостная Веселая Было Утро Яркое Солнечное Местами На земле Лежал Нерастаявший Снег Блестели Голубые От весеннего Неба Лучи Пройдя По перрону И выйдя На привокзальную Площадь Отец Арсений Осмотрелся Чистый Прозрачный Воздух Прочерчивал Узоры Далеких Колоколен Главы Церквей С погнутыми Крестами На куполах В телогрейке Шапки Ушанки С вещевым Мешком За спиной Небольшой Седой Бородой Отец Арсений При первом Взгляде На него Казался Колхозником Приехавшим В город За продуктами Но Какие-то Еле уловимые Черты В одежде Походке Манере Общения Говорили Что он Вернулся Из заключения Город Был Все тот же Что и Два с половиной Десятилетия Тому назад Но Еще больше Оббитшал Стал Грязнее И мрачнее И даже Весенняя погода Не оживляла Его А наоборот Подчеркивало Убожество Давно Неремонтированных Домов Разбитых Булыжником Мостовых Замусоренных Дорожных Канал Обшарпанность Ларьков И палаток Гнетущая Одноцветность Всего Окружающего Отец Арсений Опустил Руку В карман Телогрейки Достал записку С адресом Пошел разыскивать дом Надежды Петровна Все было сейчас Новым Люди Разговоры Поведение Людей И сам Маленький Городок Который он Когда-то Часто Посещал И в котором Подолгу Жил Монастырская Заречная Посадская Улица Стали Улицами Или проспектами Энгельса Марата Советской Гражданской Ильичевской Отец Томительная Гражданской Я Задумался Рассказывал На Господа По улице Проходили Редкие Прохожие А старик В телогрейке С вещевым Мешком За спиной Полусогнувшись Сидел на скамейке Прислонившись К забору И как будто Дремал Городок Улица Запертый Домик Все Отдалилось Ушло И осталась Только Одна Молитва Господа И Матери Божьей В которой Отец Арсений Просил Простить Его За гордость Неверие В помощь Близких Своих Время Шло И часа Через три С соседнего Дома Вышла Женщина И спросила Вам Кого Гражданин И Отец Арсений Удивленно Увидел Себя На скамейке Рядом С забором Незнакомой Улицы И женщину Стоящую Около Него И с трудом Осознал Где Находится Разыскав В кармане Записку Отец Арсений Ответил Надежду Петровну Но Вопросы Продолжались Кто Откуда Зачем Давно Ли В городе Отец Арсений Отвечал Односложно Знакомый В гости Давно Не виделись Казалось Что прервать Любопытствующий Допрос Нельзя Но в этот момент Подошла Женщина К калитке Отец Арсений Понял Что это Надежда Петровна Так Произошел Его Первый Приезд В город И встреча С Надеждой Петровной У которой Он прожил Более Пятнадцати Последних Лет Своей Свободной Жизни Жизнь Надежды Петровны Была Далеко Необычна Дочь Учителя Она В шестнадцать Лет Вступила В партию Участвовала В гражданской Войне Руководила Женотделом Губернии Работала В партийных Органах Поступила В институт Красной Профессуры Кончила Его И перешла На работу Так называемый Идеологический Фронт Статьи Брошюры Книги Написанные Ею Обрели Известность Работала Со Скворцовым Степановым Иваргой Избиралась Делегатом Различных Съездов Но В 1937 Году Арестовывается И только В конце 1955 Года Освобождается Почистой В возрасте 55 лет Из троих Детей В живых Осталась Старшая Дочь Мария Которая К моменту Выхода Надежды Петровны Из лагеря Уже давно Была Замужем За военным Врачом Сын Юрий Пробыв Несколько Лет В детском Доме Был Взят На Фронт Где И погиб 19 лет Младший Сергей Умер В этом Городе В детском Доме Жить В Москве Надежда Петровна Не захотела И решила Поселиться Там Где Умер И похоронен Маленький Сергей Убеждение Любовь Интерес К жизни Когда-то Волновавшее Прошлое Все Было Вытравлено Истерто Допросами Унижением Лагерем В душе Осталась Постоянная Боль Дочь И зять Купили В этом Городке Для Надежды Петровны Небольшой На хороший Домик С уютным Садом В 52 Году Встретил Отец Арсения В лагере Мужа Надежды Петровны Паула Тяжело Болевшего Но почти До самой Смерти Продолжавшего Работать На тяжелых Работах Павел Сдружился С отцом Арсением И попросил Что если Отцу Арсению Удастся Выйти Из лагеря Разыскать Жену И рассказать О его Жизни И если Будет Возможно То Помочь Ей В конце 1956 Года Еще Находясь В лагере Отец Арсений Списался Со своими Друзьями Они С большим Трудом Нашли Надежду Петровну Которая К этому Времени Уже Жила В своем Домике Отец Арсений Написал Ей Обстоятельное Письмо Об умершем Мужа О последних Днях Его Жизни И Вот Тогда Ты И пригласила Она Чтобы После освобождения Приехал Отец Арсений К ней Жить Приняла Надежда Петровна Отца Арсения Хорошо Он Подробно Рассказал Ей О жизни Ее Мужа В лагере О Его Незгибаемой Стойкости Мыслях Высказанных Им Перед Смертью Многое Рассказал Слушай Отца Арсения Надежда Петровна То Плакала То Лицо Остановилось Гневным Жлым И Она Повторяла Одну И ту же Фразу Какой Человек Был Павел Какой Человек Погубили Сознательно Мерзавцы Прожил Отец Арсений У Надежды Петровны Несколько Дней И почувствовал Что трудно Ему Чуждо Все Здесь Молиться Стеснялся И все Время Чувствовал Себя Гостем Хотя И жил Один В комнате Да И второй Адрес Нашел За это Время В кармане Тело Греки Требует Ухода В общем Битый Битого Везет Стал Назвать Его Опять К себе Жить А он Посмотрел На меня Как-то По-особому Кротко Кротко И сказал Возможно Возможно Я Весь Священник Иерей Молюсь Подолгу И Богослужения Дома Совершаю А у вас Взгляды Другие Вы Неверующая Атеистка Кроме того Ко мне И друзья Приезжать Будут И не Один А много Неподходящие Для вас Постоялись Вижу Что и Мария Сергеевна Не одобряет Его переезда Ко мне Но Почему-то Неизмеримо Стала Жалко Мне Его Пришла На второй День И Увела К себе Поселила Отца Арсения В большой Комнате Окна В сад Выходят Тихо Спокойно Там Стала Ухаживать За ним Одна Ведь Живу Дочь С мужем Хорошо Если Один Раз В месяц Из Москвы Приедут А внучка Только На каникулы Зимой Она много Читала Все больше А тут Вроде бы И занятия Да и Вижу Человек Он очень Интересный Какой-то Особенный Вначале Не понимала Что в нем Особенного Первое Время Все молился Днем Вечером Ночью Утром Иконочку Взял у Марии Сергеевны Повесил В уголок Лампадку Постоянно Поддерживал Горящий Странно Мне Все было Непонятно Думала Что без Образования Он Фанатик Или Лагерь Сильно Повлиял Но По разговору Интеллигентной Стала Присматриваться К нему Иногда Вечерами Подолгу Разговаривали И Поняла Я тогда Что передо мной Человек Огромных Знаний Культуры И Какого-то Особого Высокого Духа И Сообщать Кому Что Живет Здесь Первые Три Недели На Улицу Не Выходил А Потом Стал Сидеть На Улице На Скамеечке Состояние Было Мне Понятно Так Как И Со Мною И С Моими Друзьями По Выходу Из Лагеря Происходило Нечто Подобное Одни Замыкались В себе А В других Просыпалась Нервозно Кипучая Деятельность Менявшаяся Потом Депрессией Стала Я Рассказывала Потом Надежда Петровна Больше Говорить С Отцом Арсением Расспрашивать Рассказывать О себе А Также Попросила Разрешение Заходить К нему Когда он Молился Или Совершал Богослужение И в эти Моменты Становился Он Другим Человеком Мною Невиданным Поражавшим Меня Помню Как-то Вечером Охватила Меня Тоска Гнетущая Давящая Дети Юрия И Сергея Неотступно Стояли Перед Глазами Вспоминала Все время Мужа И Что-то Темное Заползало Мне В душу Хотелось Броситься На Пол И Биться Головой Кричать Рыдая Обо Всем Потерянном Утраченном Жизнь Казалась Бесцельной И Ненужной Теперь Для Чего Жить Для Чего Я Металась По Комнате Кидалась На Кровать Закусывая Зубами Подушку Вставала И Беззвучно Плакала Слезы Заливали Лицо Кто Мне Поможет Кто Мне Отведет На То Что Случилось Кто Было Так Тяжело Что Я Хотела Умереть Мне Вспоминалась Жизнь Детей Их Страдания В детских Детей Домах Ужас Расставания С ними При аресте Их Расширенные Глаза Полные Страха И Мольбы Обращенные Ко Мне Уходящие С арестовавшими Меня Работниками НКВД Смерть Мужа В лагере Допросы И Моя Жизнь Все Проносилось С какой-то Особой Четкостью Обостренно Болезненно Хотелось Куда-то Бежать И Потребовать Ответа Зачем Все Это Было Я Одна В доме Потому что Петр Андреевич Изможденный И оторванный От жизни Человек Немогущий Мне Помочь Но Рядом Никого Не Было Я Плача Все же Пошла К нему Тоска Скорбь И Какая-то Особая Озлобенность Охватили Меня Я Вошла Бестуга Петр Андреевич Стоял В углу Перед Иконой Божьей Матери Неярко Горела Лампада И он В полный Голос Молился Я Вошла Громко Резко Открыв Дверь Но Он Не Обернулся Остановившись Услышала Слова Молитвы Четко Произносимые Им Царица Моя Преблагая Надежда Моя Богородица Защитница Сирым И Странным Обидимым Покровительница Погибающим Спасение И всем Скорбящим Утешение Видишь Мою Беду Видишь Мою Скорбь И Тоску Помоги Мне Немощному Укрепи Меня Страждущего Обиды И горести Знаешь Ты Мои Разреши Прости Руку Свою Надо Мною Ибо Немок Во мне Надеяться Только Ты Одна Защитница У меня И Предстательница Перед Господом Ибо Согрешил Я Безмерно И Грешен Перед Тобой И Людьми Будь Жи Матерь Моя Утешен И Помощницей Сохрани И Спаси Отгони Отгони От меня Скорь Тоску И Уны Помоги Матерь Господа Моего Отец Арсений Кончил Молитву Перекрестился Встал На колени Положил Несколько Поклонов Прочел Еще Какую То Молитву Которую Я Не Запомнила И Встал С колен А я Ухватившись За косяк Двери Рыдала Громко Обливаясь Слезами И Только Слова Молитвы Божьей Матери Отчетливо Звучали Передо Мною Забегая Вперед Хочу Сказать Что Они Запомнились Мне На всю Жизнь Запомнились Мгновенно Навсегда Запомнились Так Как Я Восприняла Их Тогда Сквозь Охватившие Меня Рыдания Я Смогла Сказать Только Одно Помогите Мне Очень Тяжело Ничего Не спрашивая Петр Андреевич Оторвал Меня От дверного Косяка И Посадил На стул Захлебываясь От рыданий Я Стала Говорить Сперва Озлобленно Потом Раздраженно И Наконец Успокоилась И Вся Моя Жизнь Вся До Мельчайших Подробностей Вставала Передо Мною И Я Выплескивала Ее На Отца Арсения Рассказывала О себе О горе Страданиях Детях Мужа О Своей Жизни Об Ошибках Стремлениях Прошлой Работе Прошлое Обнаженное Прошлое Вдруг Предстало Передо Мною Совершенно По-другому Рассказывая Себе Я Увидела Не Только Себя Но И Тех Людей Которым Я Приносила Страдания Боль Унижения А Возможной Смерть Все Прошло Перед Моими Глазами Слова Молитвы Услышанные Мною Во время Моего Рассказа Незримо Присутствовали Как бы Освещая Мне Путь Говорила Я Долго Несколько Часов А Отец Арсений Опершись Руками На стол Недвижно Слушал Меня Не Прерывая Не Поправляя Когда Я Кончила Сама Удивилась Тому Что Рассказала Отец Арсений Встал Подошел К Иконе Поправил Лампадку Перекрестился Несколько Раз И Стал Говорить Говорил Он Вероятно Недолго Но То Что Сказал Еще Еще Раз Заставило Меня Понять Все Свои Страдания Иночь Чем Я Понимал Их Раньше Ведь Страдала И Мучилась Я Из-за Те Дела Которые Когда-то Совершала Ведь И от Меня И от Моих Поступков И Действий Страдали Люди А Я Не Думала О Них Забывая Об Их Страдания Почему Я Должна Быть Лучше Их Отец Арсений Сказал Хорошо Что Вы Рассказали Свою Жизнь Ибо Полная Откровенность Это Кладезь Ощущение Совести Человека Вы Найдете Себя Надежда Петровна И Трижды Благословил Меня Я Не Стала Сразу Верующая Но Поняла Что Есть Многое Многое Что Упущено Мною В Жизни И Это Упущенное И Ранее Ненайденное С помощью Божьего Отца Арсения Я Нашла Сперва Привыкла Я К Нему Потом Привязалась И Увидела В нем Человека Совершенно Необычного Несущего Себе Глубокую Духовность Веру И Доброту К людям Никогда Не могла Я Предположить Что Худой Усталый Человек Пришедший Ко мне В лагерной Телогрейке Окажет Такое Влияние На Меня И Я Стану Верующий Ранее Отрисавший Бога И Гнавший Его Это Разговор Этот В очень Большой Степени Сблизил Меня С отцом Арсением И он Стал Меньше Стесняться Постепенно Оттаивать Интересоваться Окружающим И К исходу Второго Месяца Написал Уже Несколько Писем И Вероятно Дня Через Четыре Приехало К Ему Сразу Несколько Человек Нечего Греха Таить Показались Мне Эти Люди Несколько Странными Но Только Вначале А Потом Я Поняла И И Сама Вероятно Стала Такой Же Как И Они Со Многими Сдружилась И Полюбила Их Месяца Через Пять Шесть Я Уже Стала Духовной Дочерью Отца Арсения Рассказывала Надежда Петровна Но Одно Событие Происшедшее В это Время Особенно Повлияло На Меня Был У нас С мужем Большой Нам Друг И Товарищ Николай Арестован Он Был Одновременно С Павлом Моим Мужем И Проходил По одному И тому Же Делу Хозяйственной Должности Был он В командировке В Москве И решил Заехать Ко мне После Лагеря Не виделись Мы А только Переписывались Приехал Я Павле Расспрашивать Стала Как в лагере Жил О себе Рассказываю Почему Вдруг В этот Город Приехала О детях Плачу Николай О себе Рассказывает Конечно Арест Лагерь Допрос Вспоминает Кто Донес О Нес Существующем Деле Стала Моей Вдруг Спросил Смеясь Надежда А ты Замуж Не вышла А раздевался Когда увидел Мужская шляпа И пальто У тебя В передней Висят Чьи это А я Ему Ответила Что-то Резкое На ту же Похватившись Сказала Что живет У меня Жилец А вернее Хороший Знакомый С мужем В лагере Последний Год Его жизни Сидел Николай Вероятно Машинально Спросил Кто Он Я Назвала Священник Петр Андреевич Стрельцов Ты его знать Не можешь Ведь последние Четыре года Вы сидели В разных Лагерях С Павлом Николай Буквально Подскосил И закричал Отец Арсений Здесь Где он Ворвался Бестука Косу Арсений В комнату И я слышала Что он кричал Отец Арсений Отец Арсений Я следом За Николаем Вошла в комнату И увидела Как Николай Обнимает Отца Арсений Что меня Крайне Удивило Плачет Еще более Удивило Что он вдруг Сказал Господи Какая радость Что вас встретил Запрашивал О вас Искал через знакомых А ответа нет Бога ради Благословите меня И подошел Под благословение Сели Говорят И меня забыли Вышла я Чай приготовить Готовлю И удивляюсь Что такое С моим Покойным Павлом Произошло И с Николаем Почему они Оба Отца Арсения Можно сказать Без ума Чай я поставила Но отец Арсений Николай Его так и не пили К ночи Николай Пришел Пока его Не было Я все Размышляла Хороший Добрый Отец Арсений Но чтобы Николай Коммунист Под его Благословение Подошел Было Мне непонятно О чем Они тогда Говорили Несколько часов Я не знала А уже потом Через несколько лет Николай сказал мне Что исповедовался Пришел Николай Какой-то Просветленный И первое время Молчал А потом Всю ночь Говорил об Отце Арсений Вначале Это меня Даже Обозлило Приехал Человек Ко мне Не виделся Много лет И внезапно Ушел Конечно Хороший Человек Отец Арсений Но поступать Так в отношении Меня Столько Перенесший Мне казалось Бестактным И неправильным Мог бы С отцом Арсением Потом Поговорить Я Обозлившись Сказала Послушай Николай Сама вижу Что Петр Андреевич Человек Хороший Но ты Почему так К нему Относишься Под благословение Подошел Меня Оставил К нему Бросился Ведь Столько лет Меня Не видел Посмотрел На меня Николай Удивленный И начал Рассказывать Долго Говорил Очень Долго И увидела Я Петра Андреевича Отца Арсения Как бы Совершенно По-другому Помню Его Рассказ Лагерь Надя Мне Жизнь По-иному Показал Взгляды Люди Идеи События Своё Прошлое И настоящее Оценил По-другому Чем раньше Рассматривал Сама В лагерях Была Знаешь На воле Человек Добрый Верный Отзывчивый Цены Ему нет И веришь В него А после Этот человек В лагерь Попал И сразу Видишь Шкурник Доносчик Предатель Дрянь Отца И мать Предаст Мы С тобой Таких Видели Из-за них Сидели Многие Годы Близких Потеряли А этот Человек Надя Ни одну Сотню Людей Спас От смерти Мук Чем Спас Добром Добрым Словом Заботой Помощью Ты знаешь Что в лагере Значила Внутренняя Моральная Поддержка Все Значило Больше Чем Еда Мы В лагерях К своим Тянулись С партийной К партийному Интеллигент К интеллигентному Колхозник К холхознику Вор К вору Шпанах Шпане Если Помогали То только Своим Ты Помогали Это редко Больше Предавали А он Отец Арсений Всем Помогал Не было У него Своих И чужих А просто Были Люди Которым Нужна Помощь Так он И меня С Павлом Нашел Были Мы На грани Отчаяния Хотели Бежать Ведь это Было Равносильное Смерти Ничего Никому Не говорили А он Накануне Нашего Побега С этапа Подошел К нам И заговорил Мы Смотрим На него Как обалделы Откуда он Знает Растерялись Страшно Нам Надя Стала С Павлом Отговорил Убежденно Ласково И успокоились Мы Когда я В бараке Услышал Что он Поп Презвительно К нему Отнесся Да и вид У него Был Самый Неказистый Прожил Я с ним В бараке Около Года И стал Он Для меня И Павла Как Звезда Путеводная Присмотрись Надя К нему Присмотрись И тоже К нему Под благословение Подойдешь Сильно Повлиял На меня Рассказ Николая Да я К тому Времени И сама Как уже Говорила К отцу Арсению Привязалась Это меня Просто Уход К нему Николая Расстроил Продолжил Рассказ Об отце Арсении В его жизни Комната Которую Представила Надежда Петровна Была Большая Окна Выходили В сад Засажены Яблонями Вишнями Рябинами Соседний Двор был Далеко И совершенно Невиден Зимой Чуть-чуть Просвечивал Рано Утром Рыжий Петух Взлетал На забор Задивист И кричал Несколько Раз В это Время Отец Арсений Вставал И начинал Утреннюю Молитву Потом Опять Ложился А в Семь Утро Начинал Службу До Девяти От Семи До Девяти Когда он Служил Присутствовали Все Приехавшие К нему Духовные Дети И иногда Надежда Петровна После Службы Он Беседовал С Приехавшими Или Работал Писал Письма Иногда Диктовал Их Когда Плохо Себя Чувствовал Много Читал Книг По Искусству И Так же Писал Прижал Очень Много Народа Именно Очень Много Вера Даниловна Высокая Седая Внешне Строгая И Недоступная А на Сам Деле Милейшая И Добрейший К нему Когда Одно Из Первых Почти Все Из Нас Лечились У Ни Она Была Врачом Приезжали Еще Два Врача Людмила И Юля Почти Одних Лет Приезжала С мужем И Детьми Ирина Красивая Лет 45 50 Вместе С Ерой Даниловной Они Лечили Отца Арсения Иногда Даже Увозили Его В Москву Чтобы Положить В одну И То В другую Клинику Отец Арсений Всегда Отказывался Не Хотел Спорил Но Под Общим Нажимом Сдавался В этих Случаях К ним Примыкала Надежда Петровна Собирала Вещи И Отец Арсений Буквально Выставлялся Из Дом При Этом Он Всегда Уходя Говорил Одну И Туже Фразу Здоров Я Выдумки Все Это Выдумки Ирина Была Особенной Мягкой Женственной Необычно Доброй И Никто Бо Не Подумал Что Это Уже Известный Врач Хирург Имеющий Звание Профессора И Свою Кафедру Жизнь Ирины Я Не Знала Но Видела Что Отец Арсений С Каким Особенным Уважением Относился К ней Помню Приезд Инженера Созвикова Красивого Всегда Элегантно Одетого Человека Буквально Обожавшего Оса Посаду И Часами О чем То Говорили Созиков Был Остроумен Находчив И Казалось Весел Но В его Больших Карих Глазах Жила Постоянно Глубокая Скорбь Приезжал Он Часто И В один Из своих Приездов Просто Разговорился Со мной Сказав Что Сидел Вместе С отцом Арсением В лагере И Что Он Бывший Вор Рецидивист Я Страшно Удивилась И Сказала Что Он Вероятно Шутит Но Садиков Ответил Я Не Смеюсь Я Старый Уголовник Которого Вырвал Из этой Всегда Отец Арсений Садиков Производил Впечатление Человека Всецело Поглощенного Верой И Работой Кто И Что Он За Человек Я Не Знала Отец Арсений Учил Нас Никогда И Никого Не Расспрашивать Так Было Заведено Садиков В Москве И Он Стал Частым Гостем В нашей Семье Вот Тогда Он И Рассказал Мне И Мужу Свою Жизнь Помню Приезжал Совершенно Седой Человек С Волевым Лицом Военной Выправкой И Проницательными Глазами Проходя К отцу Арсений Он Молча Здоровался Со Мной И Другими Людьми Сидевшими В комнате Надежи Петровна Отец Арсений Встречал Всех Приезжавших К нему Всегда Радостно И Приветливо Но Этого Человека Как-то Особенно Тепло И Задушевно Кто Был Приезжающий Мы Не Знали А Интересовать Те Как я Уже Говорило Не Полагалось Но Однажды Отец Арсений Позвал Меня И Сказал Познакомьтесь Иван Александрович Обросимов Меня Не Будет Не Оставляйте Его Я Я хотела Что-то Возразить Но Отец Арсений Настойчивый Треботельно Повторил Не Оставляйте Не Оставляйте Вы Иван Александрович Поддержите Знакомство С Таней Хорошее Доброе Знакомство Меня Не Будет Другого Иерея Ему Найдите Вот И стали Мы Знакомы С Иваном Александровичем Частым Гостем Была Леша Лагерная Леша Студент Рассказывать О нем Не Нужно Так Каждый Из вас Хорошо Его Знает Как Отца Алексея Принявшего Паству Отца Арсения На Свои Плечи И Руки И Все-таки Я Не Могу Удержаться Чтобы Не Написать О Нашем Отце Алексея Милый Светящийся Голубоглазый Алеша Еще При Жизни Отца Арсения Стал Его Опорой И Надеждой Мягкий И Добрый Он Был Отзывчив На Человеческое Горе Ласков С Людьми Хорошо Знал Богослужение И Проникновенно Молился Кто Бо Мог Подумать Что Алексей Станет Духовным Отцом Многих Из Нас Помню Встречу С Азиков Я Бросим У Отца Арсения Помню И Встречу С Алексеем Это Встречались Люди Которых Связывало Что-то Значительно Большее Чем Дружба Вряд ли Так Могли Встречаться Даже Любившие Друг 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 Братья Сына Алексея Петю Сазиков И Абросимов Буквально Боготворили Задаривая Игрушками Еще Бол Знает Чем Иногда Приезжал Колхозник Или Агроном Появлялся Поэт Писатель Или Рабочий Токарь Какие-то Старушки Интеллигентного Вида Или Старый Ученый С женой Из Ленинграда А иногда Подолгу Жевал Старенький Владыка Иона Находившийся На покое На сохранившей Юношескую Память И трезвый Ум Большой Знаток Истории Русской Церкви И Богослужения Приезжало Много Народу Обо всех Не напишешь Но Хочется Вспомнить Еще и Наталью Петровну Которая Многим Из нас Помогала Многих Спасла И Сохранила В то Время Когда Отец Арсений Был Лагерях Страстная Порывистая Наталья Петровна Всегда Была В действии Как-то Мне пришлось Наблюдать Ее разговор С одной Из духовных Дочерей Отца Арсения Трудно Вспомнить Сейчас О чем Происходил Разговор Но Я Почему-то Тогда Обратила Внимание На Ее Руки Худая Рука Ее То Сжималась В кулачок То Звало Она Постукила По Руки Кресла По Ручке Кресла То Чертила Узоры На Столе Или Нервно Теребила Кромку Скатерти И Было Видно Что Рука Соткана Из Нервов Которые Живут Одной Жизнью С Мыслью И Движением Руки Передает Собеседнику Весь Смысл Разговора Пытается Заставить Его Понять Самое Главное И Основное Когда Разговор Приобретал Страстный Страстный С души И Я Почти Не Слыша Слов Понимала Все Сказанное Понимала Значение Спора И Его Принципиальность Для Натальи Петровны Иногда Рука В отчаянии Бросалась В пространство Это Означало Что Собеседник Не Понимает Но Постепенно Движение Руки Замедлялось И Когда Она Спокойно Легла На Ручку Кресла Я Поняла Что Спор Кончен И Наталья Петровна Что То Доказала Люди Входили И Уходили Писали И Получали Ответы И Уносили С собой Спокойствие Веру Надежду На Лучшее И Часть Души Самого Отца Арсения Часто Замечала Я Что И Сам Отец Арсений Говоря Со Своими Духовными Детьми И Друзьями Получал От Них Что То Новое И С Человек С Которым Ты Общаешься Обогащает Тебя Приносит Тебе Кусочек Света И Радости И Даже Если Принес Он Горе Своё То И Ты Находишь Во Всем Волю Божию И Видя Как Человек Вместе С Тобой Преодолевает Горе Радуешься За Него Но Есть Среди Моих Духовных Детей Такие Которые Обновляют Меня Каждый Раз Как Я Встречаю И Их Они Для Меня Свет И Радость Много Раз Приходилось Мне Молиться С Отцом Арсением Бывало Стоим Мы В Комнате Полутемно Освещены Лампадками Только Иконы Отец Арсений Служит Читает Отчётливо И Ясно И Чувствуется Что Весь Ушёл В Молиту Молится Так Что И Ты И Только Что Приехавший И Сошедший С Поезда И Ещё Не Отрешившийся От Дороги Московской Суеты Постепенно Идёшь За ним Забываешь Всё Окружающее И Только Видишь Иконы Божьей Матери Вникаешь В Слова Молиту И Где-то Внутри Тебя Начинает Загораться Радость Общения С Великим Таинством Господней Службы Склонившись На колени Читает Отец Тишина И Ты Начинаешь В это Время Молить Господа О Милости К Тебе О Прощении Грехов О Даровании И Исполнении Своих Просьб Нет Комнаты Нет Рядом Стоящих С Тобой Ты Стоишь В Храме Горят Лампады Лик Божией Матери Владимирской И Казанской Смотрят С Икон Как бы Обнимая Тебя Своей Согревающей И Всепрощающей Милостью И Отец Арсений Ведет Тебя К Освещающему Свету Молитвы Молиться Рядом С Отцом Арсением Для Всех Нас Всегда Было Большой Радостью Много Еще Можно Рассказывать Об Отце Арсении Очень Много Но Мне Думается Что Главное Я Рассказала Господи Прости Меня Грешную Татьяну Воспоминания Мои Не Могут Так Как Я Пришла К Отцу Арсению Только В 59 Году Привела Меня К Нему Юля У Которая Я Лечилась Долгие Годы Познакомилась Я С Юлей Сергеевной Как Пациент Как В 51 Году И С тех Пор Связала Нас Крепкая Долгая Дружба Красивая Высокая Стройная Привлекла Она Меня С первой Встречи Внимательностью Ласковостью Добротой На здоровье Лечение Не Помогало Юлия Сергеевна Потом Для Меня Просто Юлия Вылечила Помогла Мне Во многом Привела К Церкви А Затем И К Отцу Арсению Духовная Дочь Отца Арсения Она Сама Заслуживает Специального Рассказа Но К Сожалению По Многим Причинам Я Не Могу Этого Сделать Встречи Мы Были Почти Одногодки Петр Был Старше Меня На Один Год Учились В Одной Гимназии Но В Разных Классах Знали Друг Друга Но Подружились Только В Последних Классах Однако Потом Пути Наши Разошлись Он Пошел В Московский Университет На Искусство Ведческие А Я Высшее Техническое Был Петр Всегда Серьезен Добр Зачитывался Книгами Любил Искусство Театр Живопись Музыку Но Я Никогда Не Замечал Его Приверженности К религии На Несколько Лет Потерял Его Из Вид И Только После Окончания Мною МФТУ Стороной Услышал Что Петр Досрочно Окончил Университет Написал Книгу Являющаяся Результатом Его Исследований Каких Я Тогда Точно Не Знал А Еще Через Несколько Лет Мне сказали Что Он Стал Монахом И Священником Что Меня Несказанно Удивило Я Женился Как Говорят По Сильной Любви Но Через Год Жена Внезапно Ушла К Моему Товарищу Причем Это Было Так Неожиданно И Непонятно Для Меня Что Я Буквально Сходил От Горя С Ума Не Находил Себе Места Временами Меня Захватывала Именами Пить Вспомнил О церкви Кинулся Поговорить Со священником Но Ушел Неудовлетворенный Внезапно Пришла Мысль О Петре Решил Разыскать Его Узнал В каком Храме Служит Поехал Нашел Церковь Она Оказалась Небольшой И довольно Древней Помню Пришел В храм Встал В сторонке И В одном Из притворов Петр Служил Обедню Молящихся Было Много И в основном Интеллигенция Обедня Кончилась Все стали Подходить Под благословение И я видел Как люди Целовали Руку Петру И он Как-то По-особенному Добро Говорил Почти С каждым Мне Это было Странно Непривычно И не вязалось С представлением Сложившимся О Петре Благословив Всех Он ушел В алтарь И через Несколько Минут Вышел Оттуда В подряснике И сразу Направился Ко мне Знал о моем Пребывании В храме Народа В церкви Было еще Довольно Много Утром Я немного Выпил И от меня Вероятно Пахло Вином Поэтому Молящиеся Сторонились Но мне Было Безразлично Что Случилось Спросил Петр И этот Вопрос И то Что он Знал Что я В храме Потому что Горе Пришло Ко мне Сразу Обозлили Меня Я ответил Ничего Я попал Сюда Случайно Хотя Ответ Был явно Нелеп И глуп И отходя От меня Петр Остановил Кого-то Из проходящих И попросил Позвать Священника Находившегося Здесь В храме И когда Тот Подошел Сказал Отец Иоанн Прошу Отслужите Молебен Я сегодня Не могу И Обратившись Ко мне Произнес Пойдемте Ко мне Домой Жил Недалеко От церкви Шли Молча У него Дома Я все Рассказал При этом Без просьбы С его стороны А просто Вырвалось Мое горе Наружу И рассказывая Плакал Надрывно И вероятно Даже по пьяному Отец Арсений Я уже знал Что он Теперь Не Петр Слушал Меня Не перебивая И не утешая Кто-то Во время Моего Рассказа Приходил Пытаясь Что-то Сказать Но Отец Арсений Отвечал Что занят Когда Я окончил Свой Длинный Избивчивый Рассказ Отец Арсений Просто И обыденно Сказал А виноват Ты сам Ты же Оттолкнул Жену От себя Забыл Про ее Душу Стремление Желание Говорил Он Недолго Но вдруг Мне от его Слов стало Не по себе И как будто Завеса спала С моих глаз Я осознал И понял Многое Чего раньше Не замечал Не хотел Замечать И мне Стало Почти Легко Прожил Я у него Три дня И ушел Примиренным С жизнью Пришел К вере И в церковь Вот с этого То времени Стал Мой прежний Товарищ И друг Моим Духовным Отцом И наставником Проходили Годы И жизнь Моя Изменилась Я женился Любил Любил Вторую Жену Шли Звания Степени Жизненные Успехи Часто Обгоняли Мои Способности Я стал Известен Но приходя К отцу Арсении Чувствовал Себя Студентом Первого Курса Перед Убеленным Сединами Профессором И в то же Время Это был Мой Друг И товарищ Лагеря Ссылки Отрывали Его От нас Но не Отдаляли И когда Он После Особого Обосновался В этом Городе Я Постоянно Ездил К нему Вот Об этих Поездках Я и хочу Рассказать Сегодня Я еду К отцу Арсению Как всегда Волнуюсь Жду От этой встречи Чего-то Большого И радостного Поезд Еще Только Подходит К вокзалу Но я Уже Встаю И Один Из первых Иду К выходу Небольшой Вокзал Городка Был по-своему Шумен И суетлив Из вагонов Выходили люди Таща тяжелые Чемоданы Мешки Свертки Корзины Набитые Продуктами Закупленными В Москве Пожалуй Я Только Один Из всех Шел Всегда С портфелем В котором Лежали Книги И немного Конфет Привезти Которые Всегда И всем Наказывала Надежда Петровна Городок Был по-своему Аккуратен Уютен Весел Глава Многочисленных Церквей И соборов Хотя и Потрепанные Временем И усердием Человеческого Небрежения И равнодушия Как-то По-особому Украшали Город Придавая Ему Сказочный Вид Покинув Вокзал Я торопился К отцу Арсению Утреннее Свежее Сдыхание Далеких Лесов И полей Приносимых Ветром Несли Какую-то Особенную Бодрость И радость И я Шел Волнуясь В предчувствии Чего-то Нового Таинственного И радостного Шел Ожидая Что встреча Принесет Мне Что-то Новое И заставить жить Иначе Лучше Вот и улица Знакомая Милая Улица Одноэтажный Домик В котором Жил отец Арсений Сейчас был Центром Притяжения Моей души Источником Из которого Я должен был Унести Ту Живую Воду Благодаря Которой Может жить Вера Надежда И человеческая Любовь Окна Блестели Проглядывая Сквозь ветви Деревья Завешенная Белыми Занавесками Они Придавали Домику Таинственность Привлекательность И уют И заставляли Еще больше Стремиться В него И в то же время Я иногда Боялся Войти В его Дверь Потому что Нес Себе Сомнение В правильности Совершенных Мною Поступков И дел Вот и Калитка С большим Железным Кольцом Которая Держит В зубах Оскалившийся Лев Чудо Искусство Древних Русских Кузнецов Звонок Кузнецов Кузнецов Кузнецов